Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, несмотря на то, что первое изучение кривоглобулиномии появилось в начале 20 века, только с 1989 года после открытия вируса гепатита С стала понятна ее роль как основного маркера хронической инфекции вируса гепатита С. Криоглобулиномия представляет собой состояние, характеризующееся в наличии в сыворотке крови одного и более иммуноглобулинов, обратимым при цепитеющих при низкой температуре. Согласно классификации БРОД, предложенной в 1974 году, криоглобулины делятся на три типа. Первый тип состоит из моноклональных компонентов, второй и третий тип – смешанная криоглобулиномия. И следует отметить, что ИГМ является антителом к ИГГ, то есть представляет собой ревматойный фактор. Для оценки криоглобулиномии используют измерение криокрита, диагностически считают криокрит более 1%, измерение концентрации криоглобулинов и определение изотипа и клональности криоглобулинов. Здесь показана нормальная сыворотка и осадок криоглобулинов. У больных с криоглобулинов и второго типа была показана высокая частота маркеров вируса гепатита С. Это наши собственные данные, данные литературы. Как сказала Лидия Владимировна, наша клиника занимается достаточно давно этой проблемой. Лидия Владимировна стояла у истоков, и все фактические диссертации, которые были засуществлены по этой теме, были под ее руководством. В основе клинических проявлений криоглобулиномии лежит иммунокомплексный воскулит с поражением преимущественно сосудов малого и среднего калибра. Иммунокомплексный воскулит наиболее хорошо изучен на сосудах кожи. Иммунные комплексы формируются из HCV-кор протеина, ИГМ с активностью ремотоидного фактора, ИГГ. Происходит активация комплимента и соединение этого мультимолекулярного комплекса с эндотелиальными клетками через рецепторы комплиментами. Происходит привлечение лейкоцитов, развивается лейкоцитокластический воскулит. В клинической криоглобулиномии наиболее часто представлены ряды симптомов – это пурпура, артралкия и слабость. Однако в настоящее время, как по нашим данным, так и по данной литературе, считается, что нет ни одного органа, который бы не поражался при криоглобулиномии. В связи с этим многочисленные клинические проявления HCV-ассоциированного воскулита могут быть предметом наблюдения врачей различных специальностей. Поражение кожи среди них занимает одно из ведущих мест. Именно поэтому сосудистая пурпура является основным клиническим диагностическим критерием криоглобулиномического воскулита. Морфологически, как было сказано, это уже лейкоцитокластический воскулит. Лабораторные признаки – это снижение комплимента, повышение уровня ревматоидного фактора и наличие выявления смешанных криоглобулинов. Сосудистая пурпура, ассоциированная с существовой инфекцией, имеет свои особенности. Она усиливается после физической активности, переохлаждения и всегда оставляет после себя стойкую гиперпигментацию. Никогда не сопровождается зудом, не исчезает при надавливании. И еще хочу раз подчеркнуть, что оставляет всегда после себя гиперпигментацию. Мы хотели коротко представить пациента, который наблюдался в нашей клинике достаточно длительное время. И в 2001 году у него впервые появились клинические проявления высыпания на нижних конечностях. И в течение 6 лет он наблюдался у дерматологов, аллергологов. Состояние расценивалось как крапивница. Проводилось речение антигистаминными препаратами, различными мазями без какого-либо эффекта. И только в 2007 году, то есть через 6 лет от начала заболевания, когда присоединились уже признаки поражения почек, больному был поставлен диагноз хронический гепатит С, креоглобалиномический воскулит. И у нас он наблюдался уже с достаточно развернутой картиной креоглобалиномического воскулита, с язвенно-некротическими дефектами, тяжелым поражением кожи, развитие баклеточной неходжкинской лимфомы. Поражение кожи, как уже было сказано, является одним из ярких первых симптомов креоглобалиномического воскулита. Встречается достаточно часто. Наиболее часто это пурпура. Как уже было сказано, это лейкоцитокластический воскулит. При морфологическом исследовании возможно развитие тяжелых язвенно-некротических дефектов. Следует отметить, что у больных с хроническим гепатитом С без креоглобалиномии и также возможно развитие внепеченочных проявлений. Однако тяжесть обусловлена именно смешанной креоглобалиномией. Нами было показано, что порпура, оценивая высоким баллом 3-4 балла, 4 балла – это язвенно-некротические дефекты, наблюдалось только у пациентов с креоглобалиномией, ассоциированной с ССВ инфекцией. Нами было также показано, что среди больных хроническим гепатитом С и креоглобалиномией и кожным синдромом пурпуры достоверно чаще, чем у больных без пурпуры, отмечалось поражение почек, которое протекало достаточно тяжело. Так все тяжелые формы поражения почек, нефротический и острый нефротический синдром, наблюдались у пациентов с распространенными высыпаниями, с язвенно-некротическими дефектами. Таким образом, пурпура является частым и нередко ранним первым клиническим признаком, открывающим как креоглобалиномию, так и лежащую в ее основе хронический гепатит С. Ее можно рассматривать, с одной стороны, как диагностически важный маркер болезни, с другой стороны, учитывая выявленную корреляцию с частотой поражения почек в качестве преддиктора развития гломерного нефрита, что является очень важным для прогноза таких пациентов. Следует отметить, что помимо пурпуры при длительном течении HCV-инфекции и развитии креоглобалимического воскулита у таких пациентов возможно тяжелое поражение кожи с развитием язвенно-некротических дефектов. Мы наблюдали пациентку с тяжелым язвенно-некротическим ангиитом, с язвами очень глубокие, практически до кости, и в таком случае необходимо проводить диагноз с креофибриногеномией. В нашей клинике тоже активно занимаемся этой проблемой. Сейчас готовится диссертация для защиты. Такие пациенты находятся у нас в клинике. И здесь отличие является то, что причиной все-таки при смешанной креоглобалимии в 90% случаев HCV-инфекции креофибриногеномия развивается при воспалительных заболеваниях, опухолях и, конечно, отличается лечение. Смешанная креоглобалимия, учитывая ее высокую ассоциацию с HCV-инфекцией, в первую очередь должна проводиться противовирусная терапия, в отличие от креофибриногеномии, когда лечение проводится кортикостероидными препаратами. Здесь показаны варианты, которые возможны развитию пациентов с HCV-инфекцией. Мы видим синдром Рейно, в тяжелых случаях возможно даже развитие гидрикальных некрозов, сетчатой ливида. Остальные варианты, конечно, очень редки в клинической практике. В основном это, конечно, пурпура и язвенный некротический ангиид. Следует отметить, что у больных с кожным воскулитом в сыворотке крови наблюдался высокий уровень B-лимфоцитарного хемоатрактанта. Он был выше у больных с HCV-ацетивной креоглобулиномией и строго коррелировал с тяжестью, активностью кожного воскулита. То есть был значительно ниже у пациентов с ремиссией кожного воскулита. Что касается лечения этих пациентов, то целью лечения этих пациентов является достижение в первую очередь вирусологического ответа, так как в основе лежит инфекция вируса гепатита С, элиминация вируса. В большинстве случаев приводит к исчезновению клинических симптомов, полную клиническую ремиссию. Иммунологический ответ – это обязательно исчезновение креоглобулинов и ссореводки крови ревматойного фактора и нормализация уровня комплимента и ответно-молекулярном уровне. Выбор тактики лечения зависит от тяжести клинических поражений, то есть не у всех пациентов одинаковые клинические проявления. При воскулите низкой степени активности с кожным синдромом, с умеренным мочевым синдромом, в первую очередь отдается предпочтение противовирусным препаратам. И здесь, конечно, это прямые противовирусные препараты, которые показали очень высокую эффективность до 98% у больных с вирусом гепатита С. При тяжелом воскулите сохраняет свое значение иммуносупрессивная терапия, используется ритоксимаб, показал высокую эффективность в отношении тяжелого проявления воскулита, но в последующем необходимо проведение обязательно либо одновременно, либо после проведения терапии ритоксимабов противовирусная терапия. При угрожающих состояниях возможно развитие быстро прогрессивающего нефрита и генерализованного воскулита здесь, конечно, на первом месте так и иммуносупрессивная терапия, плазмоферез, но после достижения ремиссии необходимо в любом случае проведение противовирусной терапии. Здесь представлены прямые противовирусные препараты, и, конечно, их плюс является то, что они действуют непосредственно на неструктурные белки вируса гепатита С, и, возможно, применение при циррозе при сопутствующих аутоиммунных заболеваниях, так как лечение данной группы пациентов было значительно ограничено, когда мы применяли пигелированные интерфероны. Здесь показаны схемы у больных с циррозом, без цирроза печени, длительность и вариант терапии связан с генотипом вируса. Спасибо большое. — Не закончили? — Даже раньше, чем мы определили. — Сказали, что... — Да. Пожалуйста. Это очень хорошо, потому что мы ограничены во времени. Может быть, есть какие-то вопросы, потому что, конечно, очень все было сжато и коротко, но в связи с этим, может быть, возникли какие-то вопросы. Надо сказать о том, что влияние вируса гепатита С на B-лимфоциты и через активацию B-лимфоцитов выработка сначала поликлональная, потом моноклональная, антител, прежде всего, к отдельному клону с активацией клона B-лимфоцитов, приводит не только к развитию вируса ассоциированного криоглобулинического воскулита со всеми его проявлениями, которые, в общем, очень схематично были сегодня отражены. Но что очень интересно, что, конечно, на этом примере можно представить этиологию некоторых форм B-клеточных лимфом через воздействие вируса. БАФ или БЛИС – это B-активирующий фактор, который не только при криоглобулиническом воскулите, но является таким индикатором активации B-лимфоцитарной линии клеток, но и, скажем, СКВ системной красной волчанки, что, в общем, позволяет обсуждать некоторые общие механизмы развития, с одной стороны, хроническое воспаление, иммунное воспаление, а, с другой стороны, опухолевого процесса. Это очень интересно, потому что, в общем, у наших больных в наблюдении Светланы Юрьевны было 14 больных, у которых, так скажем, в рамках вирусного, вирусо-ассоциированного криоглобулинического воскулита развелась B-клеточная лимфома. И, в отличие от других форм лимфом, эта форма лимфомы, этот тип лимфомы, лимфопролиферации, поддавался лечению противовирусными препаратами. И это, конечно, чрезвычайно важный момент, потому что не все гематологи это признают, считают, что этиологический фактор все-таки не столь важен, а имеется общее, так скажем, направление лимфопролиферации, которые происходят от накопления аберрантных изменений, мутаций, и что это не зависит, и, может быть, вирусная, так скажем, инфекция, она является случайной и вторичной. Но вот этот материал, который мы накопили, показывает, что все-таки причинно-следственная связь, она прослеживается именно вот на этой категории больных, и у нас был значительно хороший опыт лечения больных с B-клеточной лимфомой. Вот это я хотела еще уже в этой аудитории тоже подчеркнуть, потому что это важно. Продолжение следует...